Гомельская центральная выборчая округа, участок номер 12, на годиннику 7.40, а для все члены участковой комиссии уже на своих местах. Проспятнадцать хвилин, они примут удел о печатывании урны по отсутствии с этого и по шнецам голосования. Свои места займают и аккредитованные наглядальники. На участок они так само пришли ранее, как проконтролировать самые разные моменты подрактовки до голосования. Миссия наглядальников от СНД на Гомельщине, это мать 40 человек. Многие из них имеют великий опыт на зеранья за выборами у разных краинах. А тому ситуации у Гомельской области судить объективно. Особых нарушений действующего законодательства я лично не видел. Все организовано четко, красиво. Пока все идет нормально, посмотрим. Сейчас откроются участки через 15 минут. Мы будем следить за тем, чтобы все правильно были обечатаны. Я уже посмотрел кабины, там все нормально, никаких личных информаций, никаких личных предметов. Ну и в течение дня будем следить. Мы будем объективны, беспристрастны, справедливы. Першим на 12-м участку Гомельской центральной выборчей округи голосует Валерий Давыденко. Кажет, что завсёды про моё удел у выборах и завсёды им кнется претийный участок ранней. Раз некольких хвилин после початка голосования удел у им принял и гомельчанин Енать Горчаков. С выбором кандидата, який на его думку годный стать парламентарием, вызначився загадя, пеш за всё, заходящий за деловых якостью претендента. Не было того случая, чтобы я не ходил на выборы. Всегда посещаю. Я выбирал кандидата по его опыту и то, что он может сделать для народа, чтобы был грамотный, подготовленный человек. В Палаце культуры акционерного товариства Гомсиньмаш открыты одразу два выборча участки. Голосование проходит вельми активно. В участковых комиссиях к этому не издевляются. Переважная колькость выборчаков. Люди сталого взрослого, для яких обовязковый удел у голосования – житёвая позиция. Для тех, кто не сдольный прийти на участок самостойно, члены комиссии приедут до дому. Як, например, до самого старейшего выборчика, унесенных у список для голосования на участку номер 5 Гомсиньмашевской округи, празд неколький дён жанчине исполнится 100 годов. Але удел у выборах яна вырошила принять обовязково. Увы, лишь для допомоги со старелым и инвалидом, тут вырошили притягнуть волонтёров. Обеспечена работа волонтёров и идеологических работников УАО «Гомсиньмаш» для того, чтобы все пожилые люди смогли попасть к нам на участок, им будет оказана необходимая помощь. Участок номер 25 Гомсиньской центральной выборчей округи. У список для голосования около 1300 человек. У их лику старшиня Гомсиньского аппарата «Канкама» Владимир Дворник. Потримание бюллетеня, у який унесены 5 прозвища кандидатов, и непосредное голосование, за кого он надав свой голос, керавник в области не называя, алья запевнивает, что это действительно достойный человек. И додает выборы депутатов Палаты представников важная политическая кампания, от вынеков которой задержит будущую Беларусь. Для меня, как человека, который знает сегодня экономику, человека, который знает сегодня жизнь этих людей, которые живут на территории, для меня важно, чтобы как можно больше людей в парламенте было с реального сектора экономики. Те, которые сегодня знают, откуда идут или как зарабатываются деньги, и, соответственно, знают цену каждому вложенному рублю в социальную сферу. Поэтому, конечно, надо, чтобы больше людей присутствовало с экономикой. Свой выбор на этом участке зарабили и 10 человек, которые сегодня в первую очередь принимают в делах голосования. В основном это студенты ВНУ, которые несколько лет придут на предприятия и организации Беларуси, венчевают старшины Абалваканкама и подарунки на память. Вице-премьер Владимир Семашко, который так же наведывал выборчий участок, переконанил, что такая активная гражданская позиция – залог стабильности развития краины. Сам Владимир Семашко проголосовал на первые дни в Минске. Когда я проголосовал, это моя тайна, как бы собственно, за кого я там проголосовал. Но именно с такими критериями, когда я смотрел на пять кандидатов, я проголосовал за того, за кого считаю человек по жизни, по образованию, по жизни, по позиции жизненной, который достоин представлять народ в этом парламенте и что-то привнести, работая в законодательной сфере. Олег Синчаров, Евген Макеенко, Телерадио Компания Гомель.